какая история приключилась мы катались как видели мотобудни там часть 8 снимали видео просто какое-то и какой-то прекрасный момент перестали работать поворотники стали работать поворотники причины могли быть просто обычные простые какие-то там где перегорел предохранитель просто где-то оголенный провод отпала масса и так далее так далее то есть мы перевозили вообще абсолютно все что можно было то есть мы полезли и сюда то есть вот здесь есть коммутаторы разные все рабочие поменяли местами проверяли полностью здесь по проводам вот здесь вот здесь мозги то есть все пересмотрели каждый провод все вот это идет предохранители здесь все работает абсолютно единственный вопрос остался только то что каждый из поворотничка нужно будет проверить потому что здесь диодные стоят и нужно будет просто проверить каждую отдельно лампочку потому что здесь может быть система принцип гирлянды просто одна перегорела какая-то ваша из строя и по сути уже не работает ни одна то есть отцепь уже будет нарушена то есть вот как-то так поэтому это будет последний вариант я его проверю и обязательно решение конечно же вы будете знать так вот как я обещал вам сказать в чем же будет причина я причину это нашел и как оказалось это все-таки предохранитель но я вам покажу где он находится смотрите залазим под сидушечку вот у нас здесь есть один предохранитель другой и как бы я на этом не закончил но на самом-то деле что электрик знает вот она вот этот крышечка снимается и здесь предохранителей штук десять может даже немножко больше и он оказался салон внизу перегоревший мы его заменили это десяточка все вот в принципе все было решение так что имейте ввиду сразу карабас это вот мозги у нас идут здесь у нас идут все предохранители а всю часть в принципе электрики всех выполняющих действий мы ездим на мойку моем дома неважно и как правило нам обходится мойка где-то примерно в среднем 5 долларов а что если вам скажу что мы можем управиться всего за 50 центов скажите мне как да все просто всего лишь три влажных салфетки и ваш мотоцикл полностью будет выночь не верите давайте посмотрим берем вот так вот вот так вот вот так вот еще хватает даже вымыть колеса ну все наш мотоцикл блистает посмотрите всего-то 10-15 минут времени тщательно проделывая рукой вот так вот вот так вот вы добиваете желаемого результата и того что мы имеем пачка салфеток которая стоит 50 центов переводите вашу валюту как вам это нравится их там 15 штук и хватит нас пять раз помыть вместо того что вы тратите 5 долларов на то чтобы заехать один раз на мойку а это может быть их дождь вы попали еще куда-то это всякие ситуации поэтому приобретайте влажные салфеточки и всегда будете в чистоте дороги которые находятся у нас на власовке на светловодске хотя на светловодске дороге намного получше то происходит с пластиком смотрите вот вот здесь вот пошла трещина чтобы вы понимали я точно его не ложил не падала так бы тут все было почесано да этот пластик плавился но какая история то есть это от вибрации все у меня вот здесь крепление оторвалось я уже его не клеил вот поэтому что приходится делать приходится заново клеить то есть эпоксидкой все это брать отвердитель стекловолокно и вот это дело все клеить ну или же можно изолентой на время перетянуть чтобы дальше не расходил как я уже сказал выход изолента смотрите какой здесь у нас переход вот это мы здесь скрыли то что было ну естественно сделали с этой стороны стильно здесь также пластик побился вот как если здесь видно вот здесь въезжаешь в яму он ударяется в нас об этот пластик и ломается вот здесь вот здесь уже пошли трещины я уже здесь залепил общем история такая треснула вот здесь пара месяц пытаюсь путем шприца и отвердителя это дело сейчас соединить и спустя сутки посмотреть клеил фару немножко стянул изолентой и подпер вот такой вот палочкой и наконечник накрутил тряпочку чтобы не передавить здесь ничего и она сохраняла свойства клейкости посмотрим что будет итак ребятки спустя 24 часа что тут у нас у нас у нас а у нас гуляночка пойдет вижу результат так что даже фара пластику приклеилась но это ж у нас такое дело мы это дело проверим то есть проклеечка у меня по трещине прошла вот сюда хотя чувствую трещина пошла выше но посмотрим то есть первоначальное как бы решение я нашел хочу продемонстрировать хочу это проверить то есть если будет что-то не так я дальше конечно же запишу видео пока это очень классный результат что-то показывал умничал я досмотрел еще кое-что и поклеил это вот фартук на фаре крепления вот сейчас какой мотоцикл короче у сам давился так в яму что практически весь пластик оторвался чтобы вы понимали короче вот так вот приходится выживать с нашими подорогами итак друзья смотрите какие есть еще моменты то есть при замене поворотников вот как можете заметить вот такие вот поворотнички они не оригинальные естественно было до этого коротенькие заменил на такие то есть они светят синим габарит более яркие более большое потребление энергии что произошло я как-то отъезжал от кабачного и случилось так что у меня перестала работать подсветка приборка и так же самое не работал в стопах на поворотнике при этом работали что мы имеем то есть до этого у нас горел предохранитель я так пересмотрел ту коровку там все было целое но вот здесь вот у нас есть вот этот вот предохранитель он в такой колбочке там маленький такой прутик проходит и вот он как раз и перегорел поэтому мы его заменили и как бы эта проблема устранена но еще из это произошло из-за чего потому что вот здесь где у нас идет стопаки две лампочки меня оборвалось два провода брыг этих двух проводов именно как раз и дала то что перегорел этот предохранитель возможно именно из-за того что они дают больше потребления они начали греться плавится то есть мы напрямую сейчас подключили не снизу день и приправился где лампочка двумя контактами стоит а именно прямо напрямую к лампочке можно сказать и вывели благодаря конечно же брату спасибо ему но смотрите какая ситуация то есть имейте ввиду обращайте на это внимание если же у вас есть такая проблема советую вообще заменить патрон поставить какой-то более мощный так сама вывести провода ну и предохранители поставить точно также чутка больше чем они в принципе есть то есть если у вас там где-то на 10 то ставим на 20 вот где-то вот так вообще в целом советую перепроверить всю систему электрики обратиться к кому-то электрику специалисты и принципе эта ситуация решится скоро увидимся